я бы советовал венчаться да и через 10 и через 20 лет я бы советовал получить благословение на семейную жизнь в любом случае если супруги живы то есть даже если очень старенькие и сейчас на данный момент нам церковь благословляет не только чин венчания но и чин благословение супругов которые прожили много лет вместе то есть ну по сути народом это воспринимается как венчание но и есть как венчание то есть там и венцы возлагаются отличие существует но прежде чем об отличиях сказать говорить лучше сказать наверное о вообще смысле таинства венчания как такового то есть в идеале как это должно восприниматься христианским разумом и наверное следует сказать о догматической стороне этого таинства я педагогической вот вы сказали что многие вопросе было сказано что многие хотят быть после земной жизни в жизни вечной быть вместе это хорошо и это правильно но все же все же здесь если только так рассуждать то таинство венчания она очень сильно принижается причем до земных целей то есть люди которые таким образом рассуждают они считают что брак на небесах он будет проходить в точно такой же форме при может быть похожих даже обстоятельствах и условиях там загробном мире но это же не так и сам господь сказал что после воскресения из мертвых уже не женятся и не посягают но пребывают как ангелы то есть по сути не переставая то есть не обезличиваясь то есть мужчина остаются после воскресения из мертвых мужчинами женщины женщинами но они как бы при побеждают свое естество и становятся как ангелы то есть потребности их жизни цель их жизни смысла жизни выходят за пределы семейных отношений то есть таким образом сама вот это вот семейная жизнь она приносится в жертву богу вот это самое главное это очень трудно понять потому что здесь нужно веровать веровать так как учится церковь а очень многие хотят повенчаться даже не задумываясь о том во что верует святая церковь но парадокс это произошло от того что вот именно христианская традиция была нарушена в нескольких поколениях на территории нашей страны и люди сохранили вот эту добрую может быть даже генетическую память о силе и чудодейственности этого таинства но не имея реального опыта жизни в духе святом в церкви не могут и правильно судить поэтому и изначально чтобы вот говорить о совершении таинства венчания над супругами которые прожили уже довольно долго нужно сказать может быть кратко в чем вообще смысл таинства венчания смысл таинства венчания заключается в единстве супругов то есть мужчины и женщины мужей жены в их единстве в образ единство церкви и христа то есть оказывается отношение мужа и жены она складывается формируется и поддерживается таким образом и в таких отношениях в каких отношениях находится иисус христос и его церковь апостол павел сказал вы словами говорит вы мужья любите своих жен как господь заботится о церкви божией а церковь она повинуется христу вот так и вы жены во всем повинуть своим мужьям вот это аксиома она по сути является формулой счастливого брака то есть если мужья до смерти своей будут защищать любить и хранить верность своим женам то их жены будут счастливы что им достались такие мужья а если жены будут хранить верность и заботиться о господи так как заботится церковь о своем христе то мужья будут счастливы потому что эти жены никогда не изменит они всегда будут верными спутницами и помощниками это счастливая и крепкая семья изначально в головах христиан должна быть это аксиома тогда и девушки и юноши при вступлении в брак не посмеет прикоснуться с друг другу без этого таинства венчания почему разжение плоти и вот эти плотские инстинкты вытеснили из сердца из ума желание этих людей в юности с юности посвятить свою брак господу они этого не знали или не хотели но в любом случае это грех поэтому когда венчаются супруги которые уже прожили какое-то время вот это обращение господу их должно быть с покаяния потому что не смогли победить рожение плоти и поддались страстным движением и жили без бога конечно если сейчас они обращаются к богу это похвально радостно это хорошо но здесь нужно у бога попросить прощения за то что они сделали вольны или невольны это другой вопрос но факт греха и нарушение заповеди налицо поэтому конечно должно быть покаяние и должен быть осознанный приход в церковь божия мы не должны не можем венчать тех людей которые не веруют то есть если у человека земные цели в быть вместе там загробном мире вот чтобы нам было хорошо и нам больше никто не нужен бог не нужен ближние не нужны но это эгоизм это отсутствие веры отсутствие жертвенности и а и нет никакого подражания ни христу не церкви этого это недопустимо вот поэтому условиям принятия венчание то есть восполнение благодатью вот этого супружеского союза которая действительно церковь не унижает а наоборот освещает и признает такой брак законным потому что здесь все было по-человечески по-человечески с хорошей стороны то есть чисто нравственно но без бога вот это очень большой недостаток и он теперь этот недостаток упраздняется но различия этих чинов они невелики самое главное смотреть именно результат то есть как и молодые супруги так и в возрасте супруги благодать божия соединяет их во образ христа и церкви да если мы молимся о молодых брачующихся то там и спрашивается конечно и долгая супружеская жизнь и дети понятно что в старости уже нет возможности рожать детей но вот этот вот образ соединение ради христа ради церкви друг с другом он сохраняется и такие супруги получают вот эту божью энергию божье благословение и уже становится новым духовным организмом то есть качество жизни их становится уже иным а поскольку они имеют веру то они имеют и способность души воспринимать вот эту божественную силу и совершенствоваться духовно и и таким образом они действительно приближаются к небесному царству и они действительно будут вместе там потому что они будут с богом но ведь с богом будут все их дети их внуки и любой человек который к богу пришел а значит это единство в боге и здесь уже нету место вот этим плотским впечатлением и перспективам здесь все пребывают как ангелы потому что это новый мир это небесное царствие как это будет как почувствовать себя в роли небожителя это с одной стороны очень умилительно очень наверное полезно но это невозможно до тех пор пока человек не научится жить в церкви божий поэтому такой совет тот кто желает принять вот это таинство венчание сколько бы он не прожил лет 10 5 10 20 30 или даже в старости прежде всего человек это должен войти в храм божий своим умом своим рассудком затем все это принять своим сердцем а затем исполнить своей жизнью и насколько хватит ему душевных и телесных сил воцерковляться то есть ходить в храм божий повенчаетесь вы и теперь у вас начинается новая жизнь вы каждый свободный день ну раз в неделю это будет достаточно будете приходить в храм божий уже не как просто любящие люди а будете приходить как небесные жители потому что вы соединены со христом а где христос на небе и вы будете приходить в церковь а церковь где на земле и таким образом получается что вы входя в церковь божию как на лифте будете подниматься в небесное царство и сначала мыслью духом ощутите вот эту радость неземного бытия а потом когда придет время господь вас заберет непосредственно туда в свое небесное царство и вы будете любить друг друга в боге но на первом месте у вас будет не мой любимый не моя любимая а ты господи который дал мне моего любимого моя любимая то есть видите эти акценты они делают правильно или неправильно всю нашу жизнь то есть смысл жизни в боге и брак это дополнение жизни а не цель вот если это изначально будет учитываться то тогда все будет правильно по-божьему а а а а